Приветствую вас, друзья мои! Я уже давно не загружала видео на канал, и вы, наверное, потеряли меня. У меня всё хорошо. Как всегда, у меня было много работы, я знакомила гостей города с достопримечательностями Рима и была в отпуске. Но сейчас я вернулась в Рим отдохнувшая, полная сил, энергии и желания вновь работать и знакомить вас с вечным городом. Постепенно буду возвращаться в рабочий ритм жизни. Каждый раз, шагая на работу по улицам Рима, я обязательно прохожу по маленькой площади, где находится фонтан Треви. Очень люблю любоваться не только фонтаном, но и людьми. Счастливыми людьми, которые находятся у фонтана. А ещё люблю наблюдать за фотографами, которые в своих снимках останавливают прекрасные и счастливые мгновения жизни. Эти кадры я снимала 17 июля 2024 года в 7.15 утра. Я специально говорю вам время, чтобы вы имели представление, когда лучше приходить к фонтану Треви. Всем своим туристам говорю, что приходить к фонтану Треви надо пораньше. А насколько пораньше, решать уже вам. Ведь в 7 утра здесь уже очень оживлённо. Фонтан Треви без толпы туристов был только во время ковида, и он вызывал чувство грусти. К счастью, эти страшные годы прошли, но они надолго останутся у нас в памяти. Сейчас, как обычно, к фонтану Треви приходят все туристы, которые приезжают в Рим. И какие же все они красивые и счастливые. Субтитры делал DimaTorzok Очень часто в моих видео о Риме я рассказывала вам про фонтан Треви. Но, наверное, я уже всё рассказала. Как его строили, кто его строил, какие события здесь проходили. Всё самое интересное я уже рассказала. Но вот, по-моему, ни разу не рассказывала вам про Муссолини и фонтан Треви. Так вот, однажды журналисты спросили у Муссолини, какой из фонтанов Течного города вы считаете самым лучшим. Муссолини ответил, этого фонтана ещё не построили, но пока чаще всего посещают фонтан Треви, потому что он ближе всего к площади Венеции. А как вы знаете, на площади Венеции и в одноимённом дворце был кабинет Муссолини. Продолжая разговор о фонтане, Дучи сказал, «Часто фонтан Треви называют фонтаном Бернини, но это неверно». И пояснил, что фонтан Треви возведён в 1772 году архитектором Никола Сальви по проектам и рисункам Бернини. Муссолини знал все даты, касающиеся памятников Рима. Но, к сожалению, ни Бернини и Никола Сальви не увидели, как вода, поступающая из древнеримского акведука, построенного Агриппой 2000 лет назад, начнёт биться из фонтана. Они умерли раньше, чем были завершены работы над фонтаном. Фонтан Треви стоили 30 лет при трёх папах римских. Говорят, когда Муссолини был у фонтана Треви, он всегда бросал монетку в чашу фонтана. Туристы, кидающие монеты в фонтан Треви, загадывают желание, чтобы ещё раз вернуться в Рим. Они даже не подозревают, что на самом деле приносят дары античным божествам и помогают нуждающимся людям. Ведь все монеты, которые бросают в фонтан, потом передаются в итальянский фонд Каритас и идут в помощь нуждающимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 После фотосессии у фонтана Треви модели переходят к другим главным достопримечательностям Рима. Субтитры создавал DimaTorzok Фонтан Треви находится в самом сердце Рима на маленькой площади. Масса камней свалена у основания фасада огромного дворца поля. В центре большой ниши находится статуя океана. Он выплывает из морских пучин на ракушке, запряженной в двух гиппокампах. Фонтан Треви – это воплощение в камне-гимна воде, источнику жизни и благ. Фондор Бiğн – это воплощение в Калион. Я уже дошла до Испанской площади. И пока вы любуетесь красотой этой площади, хочу дать полезные советы тем, кто планирует в этом году поездку в Рим. До начала юбилейного года осталось не так уж и много. Не только многие фонтаны сейчас закрыты на реставрацию. Также в Риме проходит и обновление инфраструктуры римского метрополитена. Станции метро готовят к встрече большого потока туристов. Открывают одну станцию метро после обновления и сразу же закрывают следующие станции метро. Например, сейчас в Риме закрыто две станции метро линии А. Станция «Спания» будет закрыта с 15 июля до 3 октября. И станция «Оттавиано» с 22 июля до 9 сентября 2024 года. Если планируете поездку в Рим в этот промежуток времени, будьте внимательны при выборе жилья. Да и вообще старайтесь выбирать отель, чтобы не быть зависимым от общественного транспорта. Так как сейчас идет не только обновление инфраструктуры римского метрополитена, но и в Риме бывают частые забастовки общественного транспорта и такси. Вот буквально вчера с утра и до обеда была забастовка общественного транспорта. В Риме сейчас очень жарко. Температура воздуха прогревается днем до плюс 40 градусов. И поэтому, дорогие друзья, советую всем гулять по Риму ранним утром. Потом отдыхать в отеле в самый пик жары. И часов в пять вечера вновь выходить на прогулку. Или, например, в самый пик жары можно провести прекрасное время в римских музеях. Узнаете эту прекрасную девушку? Я ее снимала у фонтана Триви. Субтитры создавал DimaTorzok. П'яце дель Пополо. На этой площади я люблю встречаться с гостями Вечного Города. И именно отсюда начинаю рассказывать историю Рима. Сегодня на площади будут проходить съемки фильма. По площади гуляет массовка в костюмах 60-70-х годов. Выставлены машины. И я вспоминаю, как в первые годы жизни в Риме работала в кино. Субтитры создавал DimaTorzok. Рим часто называют музеем под открытым небом. Так оно и есть. Совершенно бесплатно можно гулять по Риму и наслаждаться всем, что вас окружает. А также часто в Риме под открытым небом проходят бесплатные выставки скульпторов и художников. До 1 октября 2024 года, прогуливаясь по Риму, можно встретить 8 монументальных работ колумбийского скульптора Фернардо Батеро, всемирно известного своими объемными фигурами. На пьяце Дель Пополо установлены две скульптуры – Адам и Ева. Рим умеет удивлять даже такими выставками. А я на этом, дорогие друзья, буду прощаться с вами. До новых видео и не забывайте ставить лайк, если видео вам понравилось, и делиться им с друзьями. Скоро закончу монтировать очень интересное видео для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok